В нашей биологии мы подбирали фунгициды и наши препараты биологически совместимы в одни баковые смеси. Что при протравливании семян, что при протравливании по вегетации. Мы знаем, какие действующие вещества токсичны, а какие нетоксичны. И мы не заворачиваемся, у нас все работает вместе. Когда Петр Григорьевич обрабатывал свою пшеницу, и там была огромная масса засохших растений, и мы работали микробным препаратом днем, тот который стерневой. Просто когда затенение идет, мы тогда работали карбиндозимом и вместе с биологическим препаратом. Ночью работали, но все равно, но мешали же вместе, мешали биологию с химией вместе. У нас все нормально получалось, и мы не заморачиваемся. Теперь по фосфору вопросы, которые задавали. Нас интересует фосфор внутри растения, а не наличие его в почве в том или ином количестве. Почва хорошо, когда он есть. Когда, что я из Украины привез, у меня на Украине тоже биоцентр был, и я работал с хорошими ученами. Первое, они нам советовали при протравлении семян, вложить килограмм, а то и два килограмма монокалийфосфата. Но фосфор вложили прямо на север. Второй момент, если у нас нехватка фосфора, мы делаем азотную некорневую подкормку, даем от одного до двух килограммов монокалийфосфата. И у меня история была на севере области, где разгуляет Дон Агро, имел пять тысяч с половиной вектаров земли. И анализ показывал восемь миллиграммов по Мочегину, двенадцать миллиграммов и двадцать, и шестнадцать. Скавребов Валерий Сергеевич приехал туда, анализ сделал, и сказал, где у вас восемь, один центр селитры кладете, где двенадцать, полтора, где шестнадцать, два. Если где мало фосфора положите лишний центр селитры, деньги на ветер. Они говорят, если мы не поможем, нас просто прикончат. То есть скажут, либо хотели украсть селитру, либо не смогли. Мы договорились, кладете селитру так, как вам хозяин сказал, а потом мы вышли просто два раза по два килограмма монокалийфосфата в некорневые подкормки, и получили сорок четыре сеттля на круг. Миллеровский район. Для них это очень приличный урожай. Поэтому есть базовая система представлений, старая система представлений. Мы говорим, что есть новая система представлений. И резерв заключается в следующем. Дробные подкормки минеральными удобрениями по базам западки урожая. Это большая тема, мы сегодня не пробовали. Восстановление плодородия почвы через заработку с упражненными остатками. Грамотная защита растению, которую мы сегодня разбирали. И третий момент, четвертый момент. Стрептил и наутил, которые мы сегодня вообще не разбирали, а вчера три с половиной часа был семена. Потому что на самом деле будущее на почвах, которые подвержены нагреву, не хватает влаги, у системы стрептил и наутил нет конкуренции. И там потенциал роста урожайности где-то с 14 до 50 центнеров. И мы работали с австралийцами южными. Система работающая, но ее нужно разбирать, потому что там очень много деталей и нюансов. И как мы говорим, система сильно отличается от той, к которой мы привыкли. Там нет лишних частей. И когда говорят, давайте какие-то части лишние выкинем, это примерно то же самое, что лететь на самолете. Мне это сравнение понравилось. Лететь на самолете и сказать, у нас какие-то там отдельные запчасти есть, давайте их выкинем. То есть летящий самолет, нам нет лишних запчастей. Система наутил – это отдельная большая тема. Это искусство, это система, которую надо преподавать. Если вы сейчас освоите вот эти три пункта – грамотная защита, химия плюс биология, поджименные остатки и дробные подкорбки минеральных удобрений по фазам, через это запустите восстановление почвы, и почва станет живой, там появятся черви, очень легко перейти на систему биологического удобрения почвы при сохранении поживных остатков на поверхности.